Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Помните, что компания «АвтоСтронг-М» – это изобилие двигателей, коробок передач и всего навесного оборудования. Мы постоянно совершенствуем наш сервис, поэтому примите участие в нашей акции «Честный отзыв». Заходите на сайт, кликайте на баннер, читайте условия и получите возможность стать обладателем отличного ценного сертификата. Кузовщина у нас тоже присутствует в полном объеме. Очень много комментариев было про двигатели «Альфа-Ромео». Итак, встречаем «Альфа-Ромео» 2.4 GTD. Автомобили «Альфа-Ромео» первой среди всех марок получили дизельные двигатели с топливной системой Common Rail. Это случилось в 1997 году. Появились двигатели 1.9 и 2.4. Это были соответственно двигатели четырех- и пятицилиндровый с обозначением GTD. В отличие от своего близкого родственника, 1.9 GTD, который устанавливался на итальянские автомобили и плюс еще на автомобиле пяти разных марок, 2.4 GTD ставился только на итальянские автомобили. На «Альфа-Ромео» 156, на «Альфа-Ромео» 166, также на «Фиат-Морео», «Лянча-Либро», «Тезис» и «Капа». В 2004 году этот двигатель модернизировали. Он стал мощнее, получил 20-клапанную ГБЦ и также стал соответствовать нормам Евро-4. Ну а сегодня мы разбираем раннюю версию этого двигателя с 10-клапанной ГБЦ, снятого с «Альфа-Ромео» 156 2002 года. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который также приводит и помпу. В приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов. Соответственно, нет и рокеров. Кулачки распредвала давят непосредственно на тарельчатые толкатели. В картере двигателя находится маслонасос с цепным приводом. От шестерни, которая находится на валу, приводится балансирный вал. Двигатель оснащен системой Common Rail первого поколения от Bosch. Двигатели 10-клапанные отличаются друг от друга прошивкой, системой EGR в зависимости от экологических норм и турбиной. Двигатель получился неприхотливым и надежным. В руках нормальных владельцев он может пройти и более 500 тысяч километров. Проблемы начинаются из-за несвоевременного обслуживания и экономии на обслуживании капризных итальянских машин. Двигатель может перестать подавать признаки жизни из-за внешних факторов. То есть вышел из строя иммобилайзер, прогорела проводка, прогорели силовые провода к двигателю и к стартеру. При проблеме с приводом ГРМ может получиться рассинхронизация сигналов датчика распредвала и датчика коленвала. Тогда двигатель может просто не завестись. Долгие попытки завести этот двигатель с толкача могут привести к обрыву шпонки распредвала. То есть проблемы с этим двигателем случаются из-за ненадлежащей эксплуатации. Редкая, но известная проблема, после которой двигатель не запускается, это отказ подкачивающего насоса, который находится в баке. Как и многие проблемы, эта проблема диагностируется компьютерной диагностикой. Если насос не качает вообще, то в рампе не будет вообще никакого давления. Кроме того, давление подачи можно померить в линии низкого давления. Давление должно быть не менее 3,6 бара. Кроме того, давление может отсутствовать при полном осушении бака. Да, и такое случается, потому что датчик уровня топлива может соврать, водитель может доездиться до пустого бака и двигатель, естественно, не заведется. А вот форсунки, регулятор давления и ТНВД обычно на этом двигателе не подводят и вряд ли станут причиной того, что двигатель заводиться не будет. Топливный фильтр на двигателе 2.4 GTD надо менять каждые 10 тысяч километров. И надо ставить только дорогие фильтры, потому что дешевые расслаиваются, расклеиваются и бумагой и частичками клея загрязняют регулятор давления. Естественно, течи масла в данном моторе случаются из-под клапанной крышки, из-под сальника распредвала, из-под заднего сальника коленвала и из-под заглушки балансирного вала. Бывает так, что в двигателе 2.4 GTD скрепит ремень навесного оборудования, но скрепит не сам ремень, а вот этот натяжной ролик. Кстати, здесь он тоже выглядит подозрительно. Ролик может перекосить, тогда ремень начнет быстрее изнашиваться и может порваться. Хуже всего, если он порвется, его намотает на шкив коленвала и тогда ремень ГРМ может перескочить. Сегодня данное чудо техники будет разбирать Толик Трудоголик. Итак, встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. Толик Трудоголик. На ранних дизелях под EUR2 клапан EGR управляется вакуумом, то есть электровакуумным клапаном. В нашем же случае на моторах EUR3 управляется EGR соленоидом. В принципе, это касается практически всех дизелей. Работа клапана EGR завязана на показаниях датчика массового расхода воздуха. Блок управления на основании данных датчика массового расхода воздуха оценивает нагрузку на двигатель и дозирует соответствующее количество отработавших газов. Из-за большого количества сажей появляются проблемы в работе двигателя, то есть проблемы с запуском двигателя, проблемы при разгоне, то есть меньше мощности и также рывки при разгоне. Также увеличивается количество сажей во впускном коллекторе. Некорректная работа EGR может быть связана также и с датчиком массового расхода воздуха. А что это у нас здесь рядышком лежит? Это заслонка по типу дроссельной, не путать с дроссельной. То есть воздух со стороны впуска идет сюда через заслонку. Здесь смешивается с отработавшими газами и идет в двигатель. Единственная функция этой заслонки на дизеле Euro 3 захлопнуться в момент глушения двигателя, чтобы он мягко остановился. Форсунки на двигателе 2.4 GTD точно такие же, как на 1.9 GTD. Они очень надежные и ресурсные. При больших пробегах форсунки начинают сливать топливо в обратку. Если они сливают много топлива в обратку, то возникают вопросы с запуском двигателя. Почему? Потому что давление топлива недостаточно быстро нарастает для запуска двигателя. Если сильно сливает одна или несколько форсунок, то двигатель будет работать с большими вибрациями, троением, биением на холостых оборотах. Обычно сильные вибрации на холостом ходу связаны только с сильным износом одной или нескольких форсунок. Если у форсунки износился распылитель, что бывает крайне редко, он начинает заливать поршень. И это приводит к разрушению поршня. Эти форсунки весьма обычные, без корректировочных кодов. То есть снял, поставил и не забываем менять огнеупорные медные шайбы раз в 60 тысяч километров. Комплект ремня ГРМ что на двигателе 1.9, что на двигателе 2.4 одинаковый. По регламенту менять его надо каждые 120 тысяч километров. Но лучше этот интервал сократить вдвое. Кстати, меняется это все просто. Можно даже обойтись без фиксаторов валов. Ремень здесь приводит коленвал, распредвал, ТНВД и помпу. При замене ремня ГРМ обязательно надо проверять помпу, потому что помпу может подклинить. Это вызовет повышенный износ ремня и его может оборвать. Если оборвет ремень, то поршни и клапаны встретятся. На нашем двигателе не оказалось турбины, но мы знаем, что в «АвтоСтронг-М» есть практически все. Поэтому мы нашли двигатель с такой турбиной. Кстати, двигатель с лянчей. На 10 клапанных двигателях 2.4 GTD устанавливалась турбина Garrett с управляемой геометрией. Она самоуправляемая. То есть, лопатки геометрии управляются за счет давления, которое формируется в компрессоре. На двигателях Euro 3 устанавливается турбина Garrett 2056V с электровакуумным управлением. Вот вакуумный актуатор, а вот электровакуумный клапан, который турбиной управляет. И стоит он на вот таком вакуумном ресивере. Ресурс у этой турбины отличный, но бывает, что на шоссейных скоростях разваливается вал турбины. Это происходит из-за того, что вал турбины работает на сухую. Как мы знаем, на сухую это плохо, даже очень плохо. И это, естественно, случается от того, что есть проблемы со смазкой. При сильном износе и люфте вала турбины она может сильно гнать масло во впуск. Двигатель может просто захлебнуться в масле и можно доездиться до гидроудара. На масло в выпускной трубе указывает белый дым. Но на самом деле больше всего проблем с надувом в этом двигателе создают патрубки. То есть патрубки, которые соединяют турбину и впускной коллектор. То есть патрубки трескаются и все давление, которое создает турбина, испаряется. Вот эта топливная рампа и дала название топливной системе Common Rail. Здесь есть датчик давления топлива и шесть штуцеров, пять на форсунке и один на подачу. Вопрос. Какого штуцера здесь не хватает? Ответ. На топливных рампах Common Rail обычно с краю стоит штуцер для сброса топлива в обратку. Рядом со штуцером стоит электронный регулятор либо же аварийный клапан сброса давления. В «Альфе» же за давление в топливной рампе и количество поступаемого топлива в ТНВД отвечает вот такой клапан-дозатор. Случаются с этим клапаном и проблемы. Например, вы едете, газуете, потом бросаете педаль газа и двигатель глохнет. Что в этом случае происходит? Клапан не успевает ограничить подачу топлива. В рампе высокое давление, об этом говорит датчик и система, чтобы все это не разорвало, все обрубает. А бывает и такое, что двигатель плохо тянет, плохо заводится, потому что клапан подает слишком мало топлива. Эта система электронная, очень хорошо диагностируется компьютерной диагностикой, то есть проблему выявить просто. Ну и теперь пару слов о ТНВД. ТНВД CP1 надежный и ресурсный. Обычно проблем с ним не случается. Но все-таки износ случается, и тогда двигатель плохо запускается на холодную. Это становится заметно при падении температуры воздуха. Здесь все просто. Пластиковая клапанная крышка, 10 клапанов, один распредвал. И кулачки распредвала давят непосредственно на тарельчатые толкатели. Регулировка тепловых зазоров осуществляется подбором шайб, но этот двигатель в этом практически никогда не нуждается. Впускной коллектор здесь легкосплавный, вихревых заслонок нет, потому что здесь по два клапана на цилиндр, то есть затыкать здесь нечего. Состояние кулачков распредвала здесь без износа, это легко контролируется. А вот масляный налет слишком черный. При нормальном замене масла каждые 10 тысяч, таким черным он быть точно не должен. Здесь, как мы видим, по два клапана на цилиндр, по состоянию у нас все здесь отлично. С этой ГБЦ в принципе ничего не случается, если двигатель не перегреть. По состоянию цилиндров хон здесь у нас как с завода, никаких намеков на задиры и нету нагара на донышках поршней. То есть поршни у нас чистые. С этими блоками в принципе ничего не случается. Ходят они более 500 тысяч километров, но ходят лишь в одном случае, если после обслуживания всей Alfa у владельца хватает денег на масло и фильтр. Объясним, почему мы разбираем такой прекрасный двигатель. А вот почему из-за дырки в поддоне. Как вы поняли, двигатель итальянский, но совершенно обычный. Но опять же есть небольшая особенность. Это привод маслонасоса. От коленвала цепью приводится маслонасос. Здесь есть промежуточная шестерня, которая приводит балансирный вал. Но прикол в том, что балансирного вала в двигателе не оказалось, потому что некоторые владельцы их просто снимают. Со временем балансирный вал начинает звенеть, поэтому его просто снимают и выкидывают. Никаким проблемам это не приводит. Также внимание заслуживает привод маслонасоса. Дело в том, что при пробегах в 300 тысяч цепь растягивается и начинает брынчать. Брынчание слышно со стороны пассажира, но не было случаев, чтобы цепь порвалась. Вот этот весь картридж стоит 200-300 долларов. Поэтому очень часто водители меняют вот эту цепь на бэушную. В результате этого, разобрав пол мотора, добравшись сюда, решают выкинуть балансир, потому что считают, что балансир нагружает вот эту цепь. На первый взгляд поршни выглядят отлично, но если присмотреться, то графитовое напыление потерто. По компрессионным и маслосъемному кольцу никаких вопросов нет, а вкладыши у нас шатунные пострадали. Дело в том, что вкладыши выглядят страшно, но эти задиры на ощупь не ощущаются. Как будто вот-вот мотор стал работать на сухую. Опять же, мы знаем, что на сухую это плохо. Все вкладыши задраны. Особенно задран вкладыш крайней опоры, которая находится дальше всего от маслонасоса. Шейки, в принципе, не задраны. Видно, что мотор недолго работал на сухую, и вкладыши его спасли. Разборка закончена. Вообще, о Alfa Romeo и их надежности ходят легенды. Кстати, у меня была 156-я, но с другим мотором. Машина, которая забирает все деньги владельцев на обслуживании, а вот этот двигатель надежный. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях, то обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео. Заходите в наши соцсети, на сайт, участвуйте в наших акциях. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».